Через два года в Ульяновской области отметят 150 лет со дня рождения знаменитого земляка Владимира Ильича Ленина и 50-летие Ленинского мемориала. К знаменательным датам приурочен капитальный ремонт Мимцентра. Эту тему вновь затронули на рабочем совещании, которое провел губернатор Сергей Морозов. Мы сегодня видим, что в бюджете Российской Федерации запланированы достаточно приличные финансовые средства, плюс в бюджете Ульяновской области. И нам надо выберить конкретные наши планы на 2019-2020 годы. На капремонт Ленинского мемориала уже в 2019 году будут выделены средства из федерального бюджета. Всего в течение двух лет на эти цели регион получит более 2 миллиардов рублей. Как сказала на совещании директор Ленинского мемориала Лидия Ларина, к 15 декабря компания «Симбирск Ремсервис» подготовит проект на смертную документацию по капремонту Мимцентра. Новый проект реставрации малого зала для камерной и органной музыки, где почетное место займет орган филармонии, представил гендиректор строительной компании, выигравший тендер на выполнение работ. Первоначально предполагалось расширить границы зала и за счет этого улучшить его звуковые характеристики. В связи с тем, что это является память по федеральному значению, вопрос по переносу стен нам был запрещен, и мы пошли с руководством Ленинского мемориала другим путем. Путь этот заключается в том, чтобы применить современные технологии для того, чтобы в одном и том же зале игрались разные, как бы сказать, по звуку, по звуку, это и для камеры, и для органной музыки. Согласно разработанному плану, предполагается соорудить подвесной акустический потолок над зрительным залом, акустическую раковину сцены, облицовать тены зрительного зала диффузорами шредера, а пол дубовым паркетом. Кроме этого, установить систему активного управления звуковым полем, видеопроекторы. В результате проект подорожал почти в два раза. Глава региона предложил пересмотреть проект еще раз, чтобы снизить его стоимость. Также на совещании рассмотрели стратегию развития Ульяновского государственного академического симфонического оркестра на 2018-2023 года, который на сегодня является визитной карточкой региона. Его работу планируют поддержать средствами областного бюджета. В следующем году, 12 ноября, и здесь мы очень вас настоятельно приглашаем, 12 ноября в концертном зале Чайковского в Москве состоится наш первый такой серьезный концерт. Это главный зал нашей страны, концертный зал Чайковского, где мы будем исполнять в концертном зале Чайковского программу из произведения Чайковского. Это когда, прошу прощения? 12 ноября 2019 года в Москве. Кроме российских гастролей, оркестр планирует зарубежные поездки и не забывает о своем регионе. Концерты будут и в муниципальных образованиях. Следующее совещание пройдет через две недели, где будут окончательно утверждены планы по капремонту Ленинского мемориала и стратегии развития оркестра. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Ульяновской правды.